Давайте дальше продолжим. Мы видели то, что Петр нам рассказал, его проповедь. Я попытался вам рассказать, чтобы вы поняли контекст того, что Петр говорил. Но я понимаю, может быть, не будет легко пройти полностью всю эту дискуссию. Поэтому я вам даю много местописаний и поставить всю картину вместе взятую. Это как мозаика, я вам даю одну часть за другой. А потом вы должны будете сами поставить все куски вместе, чтобы увидеть всю картину. Если вам это поможет. Я мог бы вам дать целый... Мы могли бы просто пройти по книгу Дианин. Но я не хотел просто пройти. Но вы можете это везде получить. Идите просто на интернет. Я хотел вам дать то, что вы могли бы больше разжевать. Я хотел вам дать то... Для некоторых, наверное, сложнее следить, но вот честно. Но со временем все приходит. Чтобы вы понимали, я учусь больше сорока лет. И мне иногда надо себя остановить, чтобы не получится так, чтобы мне не было таких мыслей, что вы знаете то, что я знаю. Сейчас мы будем смотреть на результаты того, как результаты этого проповедя. И какой был результат того, как тех людей, которые слышали. Итак, мы будем смотреть на 37 по 47 стих. В 37 стих. Он говорит, «Они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать мужи-братья?» Как я вам говорил, Петр говорил еврейским людям. У них было очень много оснований. И Петр рассказывает им же то же основание, на которое они стоят по вере. И мы видим, что они поняли, что он попытался им сказать. Написано, что что-то случилось в их сердцах. Они были убеждены, когда услышали, что Иешуа был Мессией, но они отвергли Его. Так что, очень четко Петр говорит, он дал все то, что народу надо было. И если вы служитель, или если вы проповедник, или вы евангелист, then you want your audience to come under conviction, as it were, if you are... Otherwise, why preach? To convict, as in a trial. I know, I know, just give it a... You know what I mean, but... чтобы они почувствовали вину. Вы хотите, чтобы они почувствовали вину в том, что они грешат. Yeah? So, when you are preparing, Когда вы готовитесь, это то, что я делаю, ты изучаешь, ты находишь, и ты молишься, чтобы Дух Святой наполнил и дал тебе что-то, чтобы Он тебя помазал, чтобы когда ты говорил, оно дотронулось до сердца людей, с которыми ты говоришь. Чтобы они чувствовали виноваты в их грехах, или чтобы поднять их, для того, чтобы вдохновить, или кинуть им вызов. Но цель того, чтобы твоя толпа, которая слушает тебя, чтобы они что-то приняли от Господа. И когда мы читаем, мы понимаем, что Петр был успешен. Да, греческое слово, которое используется, это «они были изумлены». Это можно использовать как изумлены, но их как бы ранило, не в плохом смысле ранило, но их тронуло, зацепило. Это то, что можно сказать, что оно ужарило их. Ударить, это вот... Греческий писатель Хомо использовал слово Это примерно то же самое, что лошадь побила тебя с копытами, и ты был на полу. Это вот то же слово, что вот значит, что они вот... Значит, они реально что-то переживали. Вот что я пытаюсь вам сказать, что они что-то переживали. Это не было просто какое-то маленькое слово, это было... А потом у них была ответная реакция. Все апостолы были присутствованы. Но потому что Петр сказал. И потому что у него была позиция, что он держал ключи царства, он был признан как человек, который был во главе. И вопрос был в том, что нам сейчас делать? Мы поняли тебя. Мы поняли, что случилось. Но что мы сейчас должны сделать? Многие проповедники на сегодняшний день оставляют своих овец без ответов. Они говорят, отличная проповедь. Но они не говорят им, что делать. Но Петр делает это. В 38-м стихе. Он ответил им, что вы отверстили от ваших грехов. Вы отверстили к Богу. И каждый из вас будет обращаться на правительство Иисуса, Мессиа, и для обращения ваших грехов. И вы получите дар Святого Духа. Петр сказал им, покайтесь, и докрестите каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Очень часто слово, которое используется в английском, это «покайся». Многие люди, я за свое время понимаю, что многие люди не понимают, что это значит. Я тут вообще использую слово «развернуться от греха». Но тут имеет смысл, это «поменяй свое мышление, поменяй свой разум и повернись». Иди в другую сторону, полностью. Это все, что означает это слово, которое тут используется. Что им надо было поменять, чтобы они отвернулись от того, что они сказали, что тогда, что Иисус был с бесами, и что это было, и то, что это не Он был. Мы об этом вчера говорили. В первой инструкции, если хотите, Петр использует как второй человек множественное. pointing out that the first of the two things that they must do had priority. Okay, first they were to turn from their sin to stone. These Jewish people listening to Peter were part of the nation and part of that generation which had committed that sin. They were part of that generation under divine judgment. But as I explained to you earlier, this was a national sin. Но, как я вам говорил раньше, это был национальный грех. Yeah? Because it had been committed by the leaders of the nation. Yeah? And therefore, because they were the leaders, all came under them. Same thing. But it was not a personal sin. So, in that sense, it was pardonable for each one as an individual. Okay? If each one would change their mind about the sure, this would save them spiritually. So, the first thing that they had to do was to disengage themselves from the sin of the leadership. You could say they had to say, I don't agree with their decision. I don't want to be part of it. I want to go a completely different way. Yeah? Yeah. Okay? So, and that is sometimes what we need to do in our lives. Okay? We need to disassociate ourselves from things that have been done which we could be under, as it were. I'm just telling myself not to go further down that road. Otherwise, we get into a whole different area. Okay? The second thing that they would have to do is to be baptized. To be immersed. And here уже третье множественное использует Петр. А, третье единственное. Yeah? This means that it was of a lesser priority, but still needed to be done. The word used here to change your association. It's a change of identification. You no longer identify with that, but you are in their case. In their case, no longer identifying with what the Jewish leaders do. without identifying themselves under Yeshua. Okay. A point we need to make here, true repentance demands the witness of water baptism. Okay. A point we need to make here, a point we need he had to sever, or those people had to sever their connections. we need to join because Peter said that you need to go to the resurrection. He said that the resurrection is a part of the resurrection. By means of this water baptism, they will make that new identification. Okay. Every time baptism is so closely connected with salvation. It is addressed to a Jewish audience. It's what? In the scripture, it's addressed to a Jewish audience. It's true in Acts 2.38. It is also true in Acts 22.16. Okay. The baptism with a view to salvation means a salvation from coming judgment. in a sense, it's a with a view to salvation for salvation means a salvation from the coming judgment. In a sense, for the Jewish people, for the Jewish people, this judgment would come in A.D. 70 physically. 70 A.D., 70 A.D. in a sense, the judgment that came upon the land of that The judgment that came upon the land of that earth. Это из-за того, что они отреклись от Ешуа, которое случилось в 70-м году. И об этом говорил сам Ешуа. Вы же помните, мы все тут понимаем об этом. Смотрите. Нет, в 70-м веке нашей эры Израиль был разрушен римлянами. В 70-м году нашей эры. И что он объясняет тут, когда Петр рассказывал о крещении и о всем, это значит, что водное крещение является частью спасения, а на то время спасение освобождает тебя от самого суда, который Бог должен был сделать на Израиль. И на то время оно физически произошло в 70-м веке нашей эры. Всем понятно тебе, да? Alright. Okay, if we have more questions about this, we can take a question time later. Okay, если будут вопросы, потом мы сделаем ответ вопроса, как вчера на четвертом уроке. Okay. So, we need to understand that this baptism was not to save them spiritually. Just as today, baptism is not something that saves you spiritually. This is what the Catholic Church teaches. That it saves you spiritually. Yeah. And this is also what the Lutheran Church teaches. Yeah. The Anglican Church is a little bit on the edge of the business. Yeah. But, okay, repentance is what saves you spiritually. Okay. So, we need to understand. Yeah. Yeah. Okay. Also, he made clear that this baptism must be in the name of Yeshua. And he also говорит, что водное крещение должен быть во имя Yeshua. Okay. This will distinguish. Все понимают, да? This makes a distinct, this distinguishes between the different types of immersion. Yeah? Again. Okay. This will distinguish. Okay, let me go this way. This will distinguish the baptism of those who believe in the Messiahship of Yeshua from all other baptisms. Because in Jewish tradition they... Okay. Чтобы вы понимали, по еврейской традиции есть миква и есть тоже погружение, водное погружение, водное крещение, как бы в синагогах. Да. Но он говорит, что надо было, чтобы во имя Иисуса чтобы можно было различать кто 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 есть кто на самом деле. Okay. So, in Jewish tradition there is a prosely like baptism. Yeah. There is a mikvah. Yeah. Okay. But there was also John's baptism. But there was also крещение Иоанна. Okay. Like Иоанн крестил людей, водное крещение. Okay. Because later on you read in Scripture that there were some who had only received the baptisms of John and they were actually rebaptized because you can read that before Peter started saying that there were people who were crèщены Иоанно крестителем. And they опять пошли в водное крещение чтобы быть crèщены имени Иисуса. Okay. So, it was very important that this was concerning Messiah. The Messiahship of Yeshua. It was important to be confirmed that Jesus is Messiah. Okay. Yeah. The christening of Jesus was a proof of Jesus a person принимed Jesus as a Christ. Yeah. Okay. So, the purpose of this was for the remission of sin. Remission of sin. What is remission? I forgot what remission. To remove or to forget покаяние и водное погружение чтобы грех чтобы можно было избавиться от греха. Okay. The Greek word can also mean on the basis of or because of. On the basis of what word? The Greek word that's used as remission. А, вот это вот слово которое удаление вот это слово удаление которое используется на греческом это означает the basis of. Yeah, on the basis of or because of. На основе ну, как бы то, что Иисус избавит от грехов это означает на базе этого или на основе. Как бы на основе того, что Иисус сделал у нас нет греха. Понимаете, вот когда он говорит, что Иисус избавил нас греха, это как бы не то. Он говорит, на базе что Иисус сделал, на базе того, у нас нет греха. да. In other words, the forgiveness of sin is based on what Yeshua did on the cross, not on our own righteousness or any other. То бишь, спасение Иисуса является то, что на базе того, что Он сделал, у нас нету греха. То бишь, мы не избавляемся от греха из-за того, что мы святы, а только из-за того, что на базе того, что Иисус сделал. На основе. Это как бы, знаешь, это весь фундаментальный стоит на то, что Он сделал. Okay. We'll get there. We'll get there in the end. Okay. Some text here for you. Matthew chapter 10. Verse 41. 41 стих. And Matthew chapter 12. И Matthew chapter 21. 21. Matthew 10. 41. And 12. 41. Okay. Нет, 12 стих. Okay. If you want an old test, if you want a Tanakh, it's like the Niveites repented because of the preaching of Jonah. it was what? It was what? Ah, это примерно то же самое, вот эта вот вся картина, это почти та же самая картина, как Иона пришел в Ниневе. Okay. Это вот, это вот, это та же самая картина, на самом деле. So that gives you the same that's a good feeling. Okay. Okay. Those who it's talking about here must now be baptized because of the remission of their sins. They were what? They must be baptized because of the remission of their sins. Not in order to have their sins remitted. Okay. Can you use a different word? I won't explain. because those words that you use, in Russian we don't have a difference, we don't have a difference in saying it. Maybe you can say something that I can tell that's different. let me just take a look here. Let me just take a look here. To get rid of the Bible. Because through their repentance their sins were already disposed of. If you like. Потому что, чтобы вы понимали, now I get the whole picture. Ты не можешь избавиться от грехов, от заводного крещения, потому что ты уже избавился от грехов, когда ты покаялся. Вам понятно, да? Yes, this is, okay. По очищенным человеком. Да, вот, это просто является тем, что ты доказательств, ну, нет, 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 ты прилюдно показываешь, что ты принял Иисуса. А покаешься, вот где ты полностью избавился от своих грехов. Question, no one would have had water baptism without repenting? Basically? Нет. Нет. Now, the repentance was premier. The baptism was a witness of that repentance. Which is also what it should be today. Because you repent, потому что ты покаялся, ты должен принимать водное крещение. Okay? Okay? Okay. If they покаялись, and show that true repentance and the repentance, there will be a result. And that result is that they would receive that they will receive the gift of the Holy Spirit. In other words, forgiveness will be followed by the gift of the Holy Spirit. In other words, the forgiveness will be followed by the gift of the Holy Spirit. And that repentance or sorry, that forgiveness is a result of believing in Yeshua as Messiah and His death on the cross and His resurrection. And you then become a believer. And as we saw earlier, the Holy Spirit was meant for all believers. И потом, когда мы видим, Дух Святой существует для всех верующих. Петер then goes on to tell them what God will do if they repent. In verse 39. For the promise is for you, for your children, and for those far away, as many as Adonai, our God may call. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кто не позовет Господь Бог наш. Okay, the promise is of the Holy Spirit. And the promise is evident that it is it is evident that the promise is for Israel. И тут мы точно знаем, что обещание для Израиля. He's speaking to Jews евреям. And he tells even for those who are far off. And he is talking then about the Jews in the diaspore. Okay, that's the human side. And on the divine side, you have what is called the divine calling. is divine нет, is bожественное призвание. Okay. And that is what this was. And that is what this was. It was bожественное призвание людей, которых если бы они поверили, то будет обещание. И это 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 божественное обещание, которое является призванием для людей. From the human side, it says whoever will call on the name of the Lord is the of the Okay. So that is part of this, again, we're looking actually as a covenant. Тут мы видим божественный завет. From God's side, you have a promise. I will do this. I will give you the Holy Lord if you call upon my name. Понимаем тут? Тут идет заветное отношение. Okay, this idea of calling upon the name of the Lord you will find in Joel 2 32 2 and of course in Acts 2 21 and in Acts 2 21 and 2 21 stich. Okay, now in verse 40 we get a summary again of what Peter was talking about. And he obviously continued in his discussion it says in verse 40 it says he pressed his case with many arguments and kept pleading with them save yourselves from this perverse generation. This is 40 right? 40 yeah. Okay, Luke is recording here that Peter went on to plead with them to make this decision because it was so important. Luke here is showing very clearly that Peter continued to talk to them and to plead with them to come to Messiah. тут мы видим как Luke точно пишет что после всего дальше Петр говорил с ними и считайте что и умолял их чтобы они покаялись. Главное что он тут говорит спасайтесь от этого развратного поколения. Он говорит отделяясь от этого поколения вы будете спасены. Это физическое спасение. В 41 стихе ответы тех людей которые услышали само слово. И вот тут уже примерно становится удивительным. Я бы когда-то хотел чтобы это со мной так случилось. Если бы я дал слово. 3 тысяч людей и так охотно принявшее слово его крестились и прояснились тот день душ около трех тысяч. Представьте сейчас проповедника и три тысячи кавятся. Просто бегут вперед. ответ был в том что да они приняли и пришли что они покаялись и приняли все в себе и потом что они были крещены вводным крещением и они продолжали частью верующих в тело креста. Как вы можете вводно крестить три тысячи человек? Очень интересная проблема. В море. Ну 40 километров 50 километров от моря поэтому я не знаю. Это не option. Но были много таких бассейнчиков рядом. Мне кажется 9 утра поэтому они смогли чтобы все препятствовать все три тысячи. то вы пытаетесь сказать что это происходило все день они были baptизированы? Да. 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 Если я понимаю Петра и его характер то я уверен что он бы заставил каждый человек пройти через воду полностью но быстро но все бы пришли. Он бы просто не тратил время. Ок. Ок. Иногда мне кажется что мы ждем слишком долго. Да. Я лично имею в виду если кто-то говорит мне «ok я accept Yeshua как Messiah я найду как как возможно место чтобы baptизироваться им». Ок. Я считаю что мы ждем слишком долго в церквях в церквях потому что я верю что иногда мы слишком долго тянемся в церквях. О нет нам надо быть уверены что он реально покаялся честно. Может быть нам подождать год или два знаете он он говорит у вас после этого существует много проблем он говорит на самом деле что они делали он говорит они покаялись покрестили вот на крещение прошло все бам и все на этот вот был крещен Духа Судем и все remember what Peter said repent be baptized and you will be filled with the Holy Spirit this was the logical this was the sometimes when we wait too long people get disappointed we put them through too many trials and too put them many trials and too many more испыт they're going to get enough trials and tribulations along the way we don't need to give them to they're 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 go God they're enough to they're enough to they're going to more than it it reminds me of what a story I heard about one group of elders of a church they prayed for their pastor они помолились за своего пастыря said, Lord, keep him humble we will keep him poor ok вы поняли, да? боже, пусть наш пастырь будет ok, they don't know they don't understand because no one in churches here, they don't get paid basically, so they don't understand чтобы вы просто понимали в штатах постареют получать зарплату для работа так слушателя как бы платят и все так слушателя помолились им, говорит, боже сделай так, чтобы наш пастырь был смирен а мы будем ну, как бы, чтобы он был смирен мы ему не будем много платить мы его сделаем бедным понимаете, вот это вот вот то, что пытается он объяснить церковь иногда тормозит неправильно не делает мышление piece of english humor, yeah sometimes it does ok, anyway there will be enough trials and tribulations будет достаточно испытаний поэтому я не считаю, что мы должны создавать больше для других людей ok, it shows further what the response is in verse 22 и ты в втором стихе дальше рассказываешь какой там был ответ they continued faithfully in the teaching of the M.A.C.E. ой, 42 42 42 стих they continued faithfully in the teaching of the M.A.C.E. in fellowship, in breaking of bread, and in prayer и они постоянно пребывали в учении апостолов в общении и в преломлении хлеба и в молитвах ok, here we see very clearly the main elements of the original community of believers you can decide for yourself how far we have strayed you can decide for yourself how far we have strayed вы можете сами примерно понимать насколько сильно мы отдалились от оснований because that will depend on where you worship sometimes это, например, вы и оттуда вы можете понять как вы поклоняетесь, как вы делаете а что они делали они получали учения они были открыты их можно было и научить многие люди сейчас их нельзя научить они не принимают они не хотят принимать вы понимаете может быть я слишком может быть я там слишком критично ко всему отношусь но это лично мое мои выводы мою жизнь в Финляндии есть группа которые собираются вместе и все что они хотят это получить знания от Библии и чтобы общаться чтобы делать хлебопреломление и молиться так же самое как там написано это у него в группе у него группа такая и у нас примерно сейчас 25 человек которые встречаются каждую субботу он говорит это так прекрасно быть частью такой группы и вот элементы они должны быть там чтобы получить вот это чтобы получить вот это вот учение чтобы получить вот это вот общение это делиться с друг другом быть частью жизни других людей помочь в любых случаях в любых моментах когда надо мы знаем что такое преломление хлеба в одной но в одном моменте мне кажется в начале в начале общины и это был праздник праздник это было как бы да символ может быть последнего ужина там где Иисус сломает хлеб но я так же верю что я так же верю что это часть общения которая у них была когда они кушали трапезы и это тоже является частью которая была ихней молитвой я иногда удивляюсь насколько сильно наши встречи не бывают в молитве мы поем мы прославляем Бога и это отлично на самом деле мы слушаем слово и может быть потом будет там чуть-чуть молитвы но насколько бы мы бы не упускали бы молитву мы опускаем общение между собой в одной церкви в которой я служил в Бельгии у нас была традиция после воскресенья служения мы просто пойдем покушаем вместе но у нас будет там время кофе или там кто хотел оставаться мы оставались и мы просто обобщались и мы вот эти вещи вот ставили между собой и та церковь росла они говорят они продолжали написано и это не было эмоциональным ответом чтобы вы понимали эмоции момента это хорошо но написано что они нет они вот двигались они хотели быть в этом состоянии это было это было решение воли это не было так типа о мне опять надо что ли идти сегодня церковь это не было это не было чувство это было это было то что я хочу там быть это у нас по большому огощению у нас основа на сегодняшний день это мы по чувствам мы живем прославление не было так хорошо что в прошлый раз по поведению говорил я чуть не уснул я вообще не думаю что сегодня пойду это это поведение это поведение чувства но тут тут написано что они решили это верностью решили о боже насколько у нас мало веры сегодня стих показывает четыре момента их как бы как бы ученичества я просто тут в общем скажу что я тут хотел сказать первое это было апостолитические учения это было признано с самого начала учения апостолов они учили устно а потом может быть оно вошло уже в письменной форме второе это было это было общение деляя материальное благословение так же самое и духовное благословение между друг другом третье место это ученичество это преломление хлеба это было основное трапеза у них была трапеза я верю что это преломление хлеба на самом деле было часть трапезы которым они все сидели и ели это было часть которую они делали во время трапезы они делали так же как Ишуа это сделал они сидели и кушали на трапезе и что Ишуа делал и как часть этой трапезы Ишу взял поделил и сказал это мое тело это мое кровь ешьте вот это я верю что это так же должно быть вот это как шаббат да как шаббат и четвертое место и четвертое место ученичество это ихняя молитва они молились в любые моменты они на самом деле могли молиться в то же самое время когда молились в храме они до сих пор соблюдали еврейские традиции поймите они выходят от этого они до сих пор соблюдают еврейские традиции и я верю что может быть и так же это самое они молились и вы можете даже видеть что они дальше продолжали ходить в храм они не оставили это они не оставили много чего то что у них было в основе но они взяли эти основные времена молитвы и я верю что иногда нам надо взять принять удочерить усыновить вот эти же моменты которые мы пропускаем я думаю самое меньше что мы можем делать вы тут кушаете часто но европе у нас есть три основные блюда три основные моменты когда мы кушаем иногда я очень гостеприимство тут иногда меня тут кормят пять раз на день но если я скажу в общем мы есть три еды в день если еды три раза в день почему не молиться три раза в день ну как минимум это самое минимум что мы можем сделать правда мы тут возьмем перерыв